Друзья, опять же всем привет, и я уверен вы зашли сюда, потому что были заинтригованы интересной картинкой. Лемон Рус плюс Паук. Не будем долго тянуть время, просто устраивайтесь поудобнее, сегодня мы будем гадать и импровизировать. Я уверен про все остальные модификации на гусеничной основе Лемон Рус вы знаете и хорошо с ними осведомлены. Но давайте подумаем, что будет, если снять Лемон Рус с гусеничного шасси и, например, поставить на ноги. Как бы это странно не звучало, но такой вид танка тоже существует. В одном из старых журналов Эпик 40 тысяч есть вот такая вот страница, на которой нам рассказывают про танк Лемон Рус и его различные модификации. И в тексте на этой странице нам попадается фраза про Лемон Рус Арахнос. Перевожу ее дословно. Известно, что существует только один рабочий прототип варианта Лемон Рус Арахнос, который заменил гусеницы восемью роботизированными ногами. Так что же это получается? У нас прямо под носом сидит танк Паук, а мы о нем ничего не знаем. Покопавшись в интернете, я пришел к выводу, что про этот танк нет вообще никакой информации. По сути, вот эта единственная фраза, это все, что нам известно об этом танке. Ну что же, этого нам вполне достаточно. Залазим в фотошоп и начинаем. Да простит меня амнисия за то, что я приделал ноги осквернителя. Стоит понимать, что танк может быть абсолютно любым. И то, каким я его сейчас вам показываю, это лишь моя теория. Поскольку сказано, что ноги заменяют гусеницы, то это значит, что они могли находиться как снизу, так и сбоку. Полностью заменяя гусеничную часть и боковые пушки. Напомню, что это не просто башня от танка, а именно полноценный танк. А значит, у него есть двигатель, от которого он и ходит. Про оружие говорить я тут ничего не буду, потому что сами понимаете, оно тут могло быть вообще разным. Задние и передние ноги это основные, которые сами по себе могут поворачивать и тянуть танк вперед и назад. Боковые это уже дополнительные, но такие же нужные, потому что они держат на себе основной вес танка. Представим, что наш танк ходит вот на такой вот основе. И тут же встает главный вопрос, а для чего танк вообще поставили на ноги? Поскольку в тексте ответа нет, давайте сами же и попытаемся его найти. Несмотря на то, что у Лемон Русса мощный двигатель, пройти через все ямы, горы, траншеи и сограждения получается не всегда. Поэтому на своем гусеничном ходу танк может просто застрять. Возможно поэтому была создана модификация Арахнос, заменяющая гусеницы на роботизированные ноги, которые повышали бы танку проходимость в трудных участках местности. Плюс ко всему, какие именно были ноги у танка, нам не говорят. Возможно это были даже не просто ноги для перехода заграждений, а что-то типа ковша, как раз для разгребания завалов. То есть все его 8 лап могли бы походить на передние лапы осквернителя. Опять же, если на танке стояла башня, то значит он был создан для передовой, и предназначался для постройки или ремонта объектов прямо во время боя. Тогда почему же такая редкая и полезная модификация не распространилась и осталась в единичном экземпляре? Вот тут могло быть несколько причин, главной из которых могли быть Адептус Механикус. Версия номер один. Предположим, что кто-то решил поставить великий танк на ноги, что для Адептус Механикус само по себе уже святотатство и оскорбление амнисии. Поэтому узнав об этом, они тут же пришли, уничтожили почти все версии танка, а одну оставили для себя, для дальнейшего изучения. Версия номер два. Возможно танк был создан во время какой-нибудь боевой операции, и поэтому точных данных о создании танка не сохранилось. Например, защитникам Армагеддона, которые оборонялись от орков, нужна была машина для прохождения через болото, и поэтому они прикрепили к танку ноги от шагающего крана. Возможно ли такое? Думаю, вполне. Версия номер три. Адептус Механикус создают эффективный танк, превосходящий другие модификации. Но они тут же понимают, что эта версия слишком дорогая в производстве, и может очень быстро попасть в руки к предателям, и другим темным Механикус, поэтому ее создание останавливается даже не начавшись. Все это, конечно, выглядит впечатляюще и вполне ничего, но еще раз напомню, это лишь мои домыслы. Я, конечно же, жду ваших версий и предположений по этому танку и загадочному названию. Лемон Рус Арахнос. А на этом я с вами прощаюсь. Всем поки-поки.